Завернули его в фирменную упаковку и, в общем-то, отдали сестре. Молодая екатеринбурженка Екатерина Колбасина почти случайно узнала о том, что ее в фотографическом смысле при жизни заживо похоронили. Давний визит в фотосалон за снимками на документы. Катя аукнулся через 8 лет. В этом апреле в фотосалоне на Малышева 43, это в самом центре Екатеринбурга у кольца напротив центральной гостиницы, сестра Кати, рассматривая витрину фотосалона среди прочих образцов продукции, выставленной на показ, заметила овал для могильного надгробия с фотографией девушки, очень похожей на ее сестру. Девушка пригляделась и в ужас пришла. На фотографии, отсканированной на металле, действительно была ее сестренка. Только имя другое и даты жизни и смерти чужие, к тому же очень странные. Сестра Кати потребовала объяснений. Она просто сказала, что вообще-то это моя сестра, и она жива. Ну, они молча сняли, отдали ей этот овал. Завернули в фирменную упаковку и отдали ей этот овал. Дома, развернув принесенной сестренкой овал, Катя узнала себя совсем еще юной студенткой, которая в 2011 году зашла в тот самый фотосалон, сфотографировалась, получила снимки и даже не предполагала, что годы спустя ее изображение попадет на образец надгробного овала. Ну, конечно, был шок. Это был шок, потому что для меня это вообще ситуация возмутительная. Тем, что используется, во-первых, чужая фотография для таких целей, ну, это прям, вообще, у меня слов, если честно, не хватает. По словам Екатерины, подруги советовали ей на всякий случай овал тот уничтожить. С ним пока не знаю, если честно, что делать, мне его советовали сжечь, чтобы весь негатив, который он может нести в себе, чтобы от него избавиться. Ну, кто-то мне говорил, что долго жить буду. Катя подумала и решила, пока суд доделал, с вещдоком не расставаться. Обратилась за помощью к своему адвокату. И тот посоветовал Екатерине без судов и следствий по-хорошему договориться с ЭПшником, с хозяином фотосалона. Извинения за все три волнения и потраченные его клиенткой нервы. Молодой адвокат, полиставший, как он сам признается, похожие дела, оценил в 100 тысяч. Но по-мерному замять неприятный инцидент не удалось. И тогда адвокат помог Екатерине составить претензию. В ней, кстати, фигурировала компенсационная сумма за моральный урон уже в 150 тысяч. И по почте бумага отправилась по-нужному, как казалось Кате-адресату. Но вскоре невостребованное письмецо-то вернулось от правительницы. Ну вот сейчас здесь закрыто. Как раз в то время здесь был этот фотосалон, злосчастный, в котором как раз и висел этот овал неизвестное количество времени. Неудача не расстроила Катю. Она намерена обратиться с иском в суд. Адвокат Екатерины уточнил, что они настроены очень решительно. И сумма иска может превысить 300 тысяч. Ну это некрасиво, так нельзя делать. Пусть это другим фотосалонам будет уроком. Они могли туда разместить свою фотографию. Если они не считают, что в этом есть что-то страшное, они могли бы использовать фотографии своих близких, почему нет. По просьбе Екатерины, журналисты одного из городских телеканалов решили сыскать запутанные концы этой, казалось бы, совсем простой истории. Но не тут-то было. Владелец фотографического салона, в котором Катя когда-то фотографировалась, по телефону сообщил, что они к утечке так называемого негатива из архива не причастны. Ну, очень странная ситуация. Дело в том, что мы сами эти овалы не делаем. Нам делает компания, специализирующаяся на этих овалах, и нам она предоставляет вот эти овалы, образцы бесплатно. То есть, вообще, мы к этому точно не можем быть так же причастны. В фирме, которая, по словам Андрея, предоставила фотосалону бесплатные образцы тех самых надгробных овалов, тоже категорически отмели все подозрения. И тогда фотосалончик сделал, что называется, привычный по нынешним меркам ход конем. Ну, я на самом деле думаю, знаете как? Где-то была размещена фотография этой девушки в интернете, гуляла по сети и каким-то образом упала. У Екатерины есть железный аргумент. Та ее фотография, оставившая в фотосалоне столь долгий и неприятный отпечаток, априори не могла с ее подачи попасть в соцсети. Слишком протокольной была та фотка 2011-го. Я думаю, что это они же и есть. Они просто переехали. Вряд ли кто-то передавал эту фотографию, зачем это нужно. А вот использовать фотографию из архива, я думаю, что вполне возможно. Чем закончится эта история, трудно предугадать. Но у молодых людей Екатерины и ее адвоката оптимизма, похоже, на все суды хватит.